Всем привет! Сегодня хочу ответить, если так сказать, можно прокомментировать на парочку вопросов, которые мне были недавно заданы, и я считаю, что они очень похожи между собой. Я вам сейчас их зачитаю, и естественно, я веду в комментариях ваши мысли по этому поводу, давайте порассуждаем. Первое, что мне пришло, сейчас зачитаю. Галя, привет! Интересно было бы узнать твою точку зрения, почему некоторые женщины, да, возможно, и мужчины, но мне кажется, в меньшей степени, так панически боятся остаться одним, не выйти замуж вообще, развестись и так далее. Из-за этого терпят нелюбимых мужей, бойфрендов, выходят замуж за того, кто как повезет, не испытывая ни чувств, ни глубокой привязанности к мужчине. Чем так ужасно быть одной и никому не принадлежать, и никого, ни от кого не зависеть? Если тебе повезло, и ты встретил человека, с которым ты счастлив, это одно, но зачем страдать и мучиться, лишь бы не быть одному? Это ведь говорит о несамодостаточности личности, которая неинтересна и скучна одной, и он или она ожидает, что кто-то заполнит пустоту в жизни, потому что в одиночку эта личность чувствует себя неполноценной, или я не права. Это мне написала Балтик Старо, но без имени оригинального. Сейчас я немножко это прокомментирую, зачитаю второй комментарий вопрос. Абсолютно правильно, да, это незрелость, но это не то, что незрелость личности, это, как правило, люди с низкой самооценкой, и сейчас поподробнее это разберу, расскажу. И это относится еще, правильно подмечено, да, что заполнить пустоту, чтобы кто-то за тебя взял ответственность и повеселил и тому подобное, вот эта привязанность. Вариантов бывает много, почему люди так делают, но это один из вариантов, и вы попали абсолютно в точку. Даже зачитаю, нет, самодостаточная личность, которая неинтересна и скучна одной с собой, и она ждет, кто эту пустоту заполнит. Когда личность, да, самодостаточная, таким людям, да, у них нормальная самооценка, им не важно, что вокруг люди думают и скажут, им не нужно заполнять пустоту вокруг себя, они ее сами собой заполняют, им интересно наедине с собой, такие люди могут сами пойти в ресторан один на один с собой, сходить в кино, они считают это нормальным, не каким-то себя одиноким, не страдают от этого, даже считают это за удовольствие. Совершенно верно. Но другие причины психологические я сейчас сочетаю второй комментарий и раскрою попозже. Так, здравствуйте, Галина, очень хотелось сильно, прошу снять у вас видео на тему замужества, о том, что стоит ли девушке выходить замуж просто из-за того, что ей сделали предложение выйти замуж. Очень, кстати, к этой же теме, да, чтобы девушке не остаться одной. Как бы уже и возраст не тот, уже 26 лет, и если уж ей предлагают в какой-то веке, так стоит ли соглашаться на это предложение, что хотя бы родить ребенка в замужестве и уже иметь хоть какой-то опыт в браке и так далее. Очень сильно хочется увидеть видео насчет этого вопроса. Это тоже очень пересекается, но немножко другое, да. Здесь мы будем говорить о том, у меня есть вообще в принципе на эту тему видео на канале, если тебе за 30 и ты не замужем, вот это в социальном давлении, стоит ли выходить замуж, когда, скажем так, для галочки, чтобы тебя люди отстали, проще так говоря, да, из-за социального общественного давления окружающих родственников. Давайте теперь вернемся к первому вопросу. Почему люди очень могут быть привязаны и боятся остаться одни, страх? И вот этот второй комментарий, в принципе, тоже о страхе остаться одной для того, чтобы выйти замуж, чтобы просто было, даже это очень показательно описано в словах. С точки зрения вообще психологии, если смотреть, это люди несчастные, на мой взгляд лично, это мое мнение. Почему несчастные? Люди, которые боятся остаться одни, это у них низкая в основном самооценка. Первое, они прожили какой-то стресс, психотравмы, именно не только стресс, психотравмы, глубокое какое-то поражение у них было в детском возрасте. Все идет из детства. Либо это закладывание психики, второй вариант, до 5 где-то лет, либо это стресс, какое-то насилие, психотравма тяжелая в подростковом периоде, то есть до того, как ты стал самостоятельно, достаточно личностью, до 18-летия, если так грубо говоря. Но люди некоторые позже, некоторые раньше морально взрослеют, как бы конкретных дат назвать трудно. И второй вариант, когда человек, ребенка, точнее, ну что же человек, ребенка оставляли родители. Это покинутые люди. Страх остаться одному, это желание быть со своими родителями. Что это я подразумеваю, чтобы объяснить вам? Это когда родители с утра до вечера на работе, да, они любят ребенка, делают это для него, по сути говоря. Мы работаем, мы пашем, чтобы у тебя было будущее, образование, там, одежда дома, все в таком роде. Но о самом ребенке забывают, он не уделяется внимания. И тогда этот ребенок, например, с утра до вечера приходит, остается один наедине с собой, уходит, например, в школу. Или он с утра до вечера в садике, дома с ним не контактирует, не общаются. Пришли, поели, спать положили, все. То есть родительского контакта просто минимум. Внимание, забота, спросить, как у тебя и все прочие дела, естественно, этого тоже нет. Когда в таких условиях по каким-то причинам родители отдают ребенка на воспитание бабушке, ближним родственникам, тетям, дядям. В советское время, сейчас я не знаю, есть это или нет, наверное, уже как бы мало этого, это из себя жило, но в советское время это дети интернатов, когда, например, в каких-то селах, либо даже в городах, да, не было учебных заведений, дети отправляли в соседнее село, которое побольше, с проживанием на пятидневку, а на выходные забирали домой. Это вот эти оставшиеся дети покинутые, которые росли, по сути, без родителей, но по факту родители они по закону там, да, имели, и дома их любили, этих детей. Но внимания родителей было недостаточно. Либо это дети из детских домов, которые в прямом смысле оставили родители, да, то есть это дети, их психотравма с детства, либо вообще в воспитании их дети останутые, покинутые своими родителями. Такие люди, когда вырастают, нуждаются в тепле, в ласке, заботе, родительской в первую очередь, но так как родители уже выросли, либо их нет, это место занимает партнер, которого они находят. Поэтому, как правило, ищут очень похожих партнеров на своих родителей, либо чтобы они их оберегали, были старше, либо покровительство, или как-то финансово, да, чтобы ты, человек, не переживает свое состояние ребенка, он в нем продолжает жить, он не взрослеет. По сути, внутри, из-за вот этого внутреннего своего конфликта, этой проблемы, в душе это ребенок, которого недолюбили, которому родители не дали внимания. И всю свою жизнь он это восполняет, пытается за счет кого-то, чтобы кто-то стал его родителем на это место и додал ему это. Ничего не изменится. Вы можете толыть своей подруге, что муж ее тирана, надо от него уходить, она терпит и говорит, он такой замечательный, он приносит зарплату, хотя бы и на этом спасибо, он очень похож на моего папу, который был таким же, да. Вы ничего не измените. Этот человек должен идти к психологу. Надо прорабатывать это. Не проработав, само это никуда не денется, человек от этого не избавится, даже при огромном желании. Потому что это детальная, серьезная работа, которую, представляете, в ребенка-то вкладывалось с детства, с пяти лет. Как вот человек может сам это проработать, найти? Это очень трудно. Это может быть, но это очень маленький процент. Этому человеку надо помогать. Сам он это сделать не сможет. Далее, что еще хочу по этому поводу дополнить. То есть люди с вот такой психикой, с таким поведением, да, они готовы и терпеть все, что угодно, держаться до последнего. Вариантов может быть разное количество. Но вот если вы такое видите, знайте, что это дети когда-то были оставлены. Либо у них была семья, но внимание, общение в семье, не было контакта. Родители, скажем так, своими детьми не занимались. Потому что у многих родителей, даже сейчас, в нашем обществе, когда вроде технологии и все такое проще, да, все уже много что знаем, психология стала доступна. Многие об этом не задумываются. Сунули ребенку плашет, телефон, все, давай, до свидания. Или купили телефон, сломал, купили новый. Нет, понимаете, недавно была тема у меня с одной клиенткой по поводу баловства детей. И я вам так скажу, ребенка разбаловать своими объятиями, поцелуями невозможно. Вы можете разбаловать либо ребенка покупкой каких-то подарков, когда вы ваше внимание, поцелуи, объятия замещаете чем-то финансовым. Вы откупаетесь от ребенка и вы считаете, что вы эту любовь, заботу восполнили материальным. Это невозможно, это не восполнение, когда-то вам это в будущем аукнется. И вот касаемо этой ситуации тоже есть такие дети, которых в детстве так восполняли, дети покинутые, оставленные на нянь, например, да, при богатых родителях, они тоже могут быть такими, тянуться, бояться остаться одни. Вторая часть вопроса от другой девушки. Что делать, стоит ли выходить замуж, если тебе 26, в коем-то веке тебя... Я хочу здесь по словам разобрать. Естественно, мой ответ сразу, нет, не стоит, конечно. Если вам хочется, пожалуйста, вас никто не держит, но для чего? Для того, чтобы у вас соседи не судачили, чтобы у вас мама не прессовала. Но все же, давайте начнем. Как бы уже и возраст не тот, запятая, уже 26 лет. Окей, там, не знаю, наверное, пойдешь рожать в России в 28-30 лет, скажут, что старородящая. Я не знаю, используют ли это слово до сих пор, ну, оскорбительное просто, да. 26, это уже старуха дорогая. Но все же, 26 лет, какой-то возраст. Это не возраст. Если уж ей предлагают в кои-то веки, так стоит ли соглашаться? Причина, да, для чего? На это предложение, чтобы хотя бы родить ребенка в замужестве и уже иметь хоть какой-то опыт в браке. Хотя бы родить ребенка в замужестве. Ребенок, рожденный вне брака, он чем-то хуже? У него нет руки, одной головы? Нет, у него там, я не знаю, ноги нет или еще что-то? У него какие-то недостатки есть? Нет. Зачем ребенок должен быть рожден в браке, где мама не любит папу? Когда она просто вышла замуж, потому что ее позвали. Наши бабушки, а больше открутить, так и делали. Любви было мало. В советское время это больше смотрели у кого что есть. Какой брак более выгодный? Сватали также родители, но это больше в деревнях где-то, да, в провинции. Но истории даже моих бабушек, дедушек и даже пораньше, в начале 20 века, только так и было, смотрели у кого что есть. Даже далеко не буду ходить, расскажу о своей жизни. Моя прапрабабушка на Алтае и прапрадедушка, бабушка была из очень богатой семьи, ее папа имел мельницу и был, как там, назвать, кулаком, да. У него было много людей в подчинении, она была очень богатая, никогда не стирала, не убирала, дома были в деревне не жили, у него была домработница и все прочее. А дедушка, он был очень боятельный, привлекательный и работал на этой мельнице у моего прапрапрадеда уже, да. И он выдал свою дочь за него, потому что пришли тогда, раскладчивание началось, и, короче говоря, ему надо было, короче говоря, поженить ее на каком-то, выйти за, пардон, выдать замуж за какого-то простого парня. Ему было логосклонно, чтобы не потерять все, что у него есть. Так, короче говоря, и получилось. Но, а да, они жили всю жизнь, у них были дети, но он от нее гулял. Она всю жизнь была, как принцесса дома, никогда ничего не делала, потому что с детства этому не учили. То есть люди были счастливы? Нет. Им, конечно, спасибо за союз, потому что, получается, мой дедушка, мой там папа, и я в итоге. Но люди, вот это такая же история, буквально вот из головы взятая, что, да, на память приходит, когда людей женили. Счастье в браке было, дети-то были рождены, но зачем? Непонятно. Соответственно, счастлив-то от этого никто и не был. Всю жизнь ругались, там, дрались, чего только не было. И уже иметь хоть какой-то опыт в браке и так далее. Зачем вам опыт в браке негативный, когда вы не любите? Зачем вообще нужен опыт в браке? Объясните мне, пожалуйста. К письму девушки, которая до этого писала, комментарий оставляла. Вот. Зачем быть вместе? Зачем страдать и мучиться, лишь бы не быть одному? Это ведь говорит о несамодостаточной личности, которая неинтересна, скучна одной. Он или она ожидает, что кто-то заполнит пустоту в жизни. И эта личность чувствует себя неполноценной. Не права ли я? Вы абсолютно правы. Соответственно, отвечая на второй комментарий, я девушке говорю о том, что нет. Если вы еще не подяли, выходить замуж, когда вас просто позвали, не нужно. Вы от этого счастливее не станете. Этого человека счастливее не сделаете. И родив ребенка в нелюбви, от нелюбимого человека, вы ребенка, может быть, любить свою не будете. Ну, будет, наверное, часть вас. Это от вас зависит от ситуации. Но все же я, в общем-то, говорю, зачем? Если вам хочется родить, так родите, я не знаю, там, детей с пробирки делают. Сделайте так. Зачем вам генетика именно такая? Подберите себе тогда для генетики другого человека, а не того, который вас просто замуж позвал. Короче, счастливее не станете. Счастливее его не сделаете ребенка подавно. И, например, вас все равно ждет развод. Тогда зачем вам опыт развода еще к опыту неудачного брака? Зачем себя этим всем обременять? 26 лет. Берин, вы сейчас смеетесь? Я своей сестре двоюродной, которой 19, ей всегда говорила, и сейчас вот я и говорю, да, она пришла вот в этот возраст, который интересуется мальчиками отношения. У нее она стала самостоятельной, закончила учебу, учится параллельной сути работы. То есть у нее есть свои деньги заработанные, девчонка симпатичная. То есть самый разгар и сок. Я ей сказала, я еще вам скажу, пожалуйста, развлекайтесь, будьте самодостаточными, узнавайте мир, путешествуйте, занимайтесь собой, вкладывайте деньги в себя, в свое образование. Занимайтесь саморазвитием, интересуйтесь противоположным полом, вступайте в отношения, вступайте в долгие отношения, но не выходите вы замуж до 28 лет хотя бы. Когда у всех, конечно, разные биологические часы, я никого не осуждаю, кто вышел замуж рано и считает, что он счастлив, да, пожалуйста, это ваш выбор. Я вообще в общем говорю, что сейчас социум растет, социальная жизнь другая у нас, и время рождения детей и выход в брак, вступление в брак в России увеличивается, становится больше, как в Европе. Там вообще просто 30 к 35 об этом задумываются, а у нас в 20 уже бабушек, дедушек в 18 удавали, да, школу там закончил, может быть, какой-то техникум, все, давай, свободно, в свободную взрослую жизнь, делай семью свою, создавай. Или наши родители, мы в институтах женились, да, в университетах пока учились, молодые вообще, зачем? Нет, девчонки, кто меня смотрит, пожалуйста, если вы вот в этом возрасте от 20 до 30 лет, не думайте, станьте интересной, социальной, адаптированной личностью, главной личностью. Понимаете, любитель на вас всегда найдется, всех мужиков вокруг все равно не разберут, когда женщина интересная, у нее горит глаз, к ней тянутся у мужчины, и у такой женщины всегда есть поклонники. Вот и все. И не переживайте, что вы там останетесь, одинокая, неведная, несчастная. Если вы будете полноценной личностью, вы об этом думать не будете, и вам не придется выходить в 26 лет, потому что вас позвали, и вам пришло время рожать, например, детей, и просто хотя бы, чтобы это было в браке. Нет. Вот. Счастливы вы, а вот этого не будете. Вообще, задумайтесь, смысл жизни, зачем человеку нужен. Вот мы недавно с мужем об этом разговаривали, я вам скажу, смысл жизни, вот лично для меня, но я думаю, что для большинства людей. Вообще, индивид, человек живет в мире, да, в обществе, в социуме своем, да. Зачем мы живем вообще на этой планете? Мы проживаем жизнь. Мы живем для самого процесса проживания жизни, для наслаждения этим процессом. Это если ты просыпаешься, ты чувствуешь, что ты несчастлив, ты недоволен своей жизнью, ты несчастный человек, знай, ты живешь зря. Ты тратишь свою жизнь, но не проживаешь ее. Меняйте себя, окружение ваше будет меняться вместе с вами, и ваша жизнь будет меняться, и вы научитесь наслаждаться жизнью, получать от этого удовольствие. Смысл жизни в проживании самого процесса, в самом процессе жизни, в проживании вашей жизни, проживать ее достойно, чтобы вам хотелось жить, наслаждаться, вам хотелось просыпаться каждый день. Это самый главный, скажем так, завет счастливого человека, счастье. Я вам желаю быть счастливым, надеюсь, я на девчонок вопросы ответила. Жду ваши комментарии и мысли по этому поводу. Может быть, девочкам что подскажете в комментариях, ответите на их вопросы, они с удовольствием почитают, я думаю. Скоро увидимся, всем пока.